С самого утра на избирательных участках Каспийска многолюдно. Как отмечают члены комиссии, с каждым часом все больше и больше приходят избиратели, которым только исполнилось 18 лет. И это для них первые выборы. Только исполнилось 18 лет. И он пришел выразить свою гражданскую позицию. Мы желаем тебе успехов. Вы должны высказать как успехов. Я думаю, что родители военные. И тут уже и мы прошли военным. Да? Поэтому дайте мне сегодня этот блокнот для записи великих дел. И, конечно, ручки. Молодец. Все пришел. Похлопает все. С 8 утра до 8 вечера в штатном режиме работает УИК. Активность горожан проявляется с каждым днем, утверждают общественные наблюдатели. Сегодня у нас второй день голосования. Граждане приходят, активно голосуют. Приходят, что вообще примечательно, что они приходят целыми семьями. Вот. Выборы проходят у нас кристально, чисто. Все. Все проходит у нас под нашим чутким наблюдением. В общем, мы довольны посещаемостью. Все хорошо. Всероссийская акция на выборы всей семьей также приобретает популярность среди Каспичан. Горожане приходят на голосование со своими супругами, детьми, родителями и родственниками. Сегодня свои голоса дали семья участника СВО Захара Шаслуева, а также депутат Народного собрания Республики Дагестан Елена Павлюченко, которая пришла на выборы со своей тетей, заслуженным учителем Дагестана Верой Евсеевой. Сегодня мы вместе со всей семьей пришли на выборы президента Российской Федерации. У каждого человека, у которого есть паспорт гражданина Российской Федерации, есть не только права, но и есть обязанности. И каждый уважающий себя гражданин, который представляет из себя личность, должен, наверное, сегодня прийти и проголосовать за сильного президента, за сильную страну, за наше будущее. Я призываю всех, кто любит своих детей, кто любит своих родных, своих близких, голосовать за сильную Россию, за сильного президента. Проявили свою гражданскую позицию и трудовые коллективы города. Сотрудники знаменитого АО «Завода Дагдизель» сегодня на избирательном участке отдали свои голоса за будущее нашей страны. Сегодня мы с коллективом пришли на выборы 16 марта, выборы президента России. Но хочется что сказать. Конечно, для российского народа это должен быть праздником. Статья 32 Конституции Российской Федерации гласит, что граждане России имеют право на голосование, а также быть избранными в органы государственной власти. Но мы считаем, что это не только право, а в нынешней ситуации, которая сложилась в мире, считаю это долг каждого россиянина прийти и проголосовать за достойного лидера. В дни проведения выборов президента Российской Федерации 2024 на базе избирательных участков продолжается голосование общественных пространств для благоустройства. В этом году представлено 6 объектов города. Помимо этого здесь проходят мастер-классы, где любой желающий может изготовить ручку, флаг, фенечку в тематике российского триколора и многое другое. Помимо этого для волонтеров, членов избирательных участков и всех присутствующих организаторы подготовили ифтар.